Друзья, привет! Меня зовут Миличенко Александр, и сегодняшний ролик мы хотим посвятить такому прекрасному, на мой взгляд, упражнению, как планка. Особенно планка, которая выполняется в петлях ТРХ. Много очень есть сторонников, есть противников данного упражнения. Мое мнение, что планка это очень классное упражнение, которое прорабатывает все мышцы тела. Особенно работают хорошо мышцы кора и мышцы стабилизаторы и плечевых суставов, тазобедренных, позвоночника. В общем, очень крутое упражнение, которое я вам рекомендую выполнять. Но, вроде бы, несмотря на свою простоту, очень много тонкостей, и, к сожалению, когда я вижу, как многие выполняют планку, она, мягко говоря, не верна и довольно-таки травмоопасна. Поэтому смотрите внимательно, повторяйте и увидите, насколько она эффективна, если ее выполнять правильно. Поехали! Первая и самая распространенная разновидность планки, друзья, это планка, когда у вас две ноги находятся в петле, в петлях. Смотрите, как правильно выставить, это очень важно, какая будет длина строп при выполнении планки. Длина строп должна быть, она подбирается индивидуально, на середине голени. То есть вы становитесь напротив TRX и смотрите, чтобы лямки находились на середине голени. Это очень важно. Есть! Дальше. Мы принимаем исходное положение. Таким образом садимся, левая нога в правую стропу, правая нога в левую стропу и разворачиваемся. Дальше. Смотрите очень внимательно, чтобы у вас две ноги были на одной линии. То есть две рукоятки составляют прямую линию. Мы напротив TRX, напротив точки крепления. Теперь наша задача. Мы выходим на предплечье. Предплечье и кисть на ширине плеча. Спина прямая. Вот исходное положение к выполнению планки. Дальше аккуратно разгибаем ноги. Теперь носок натягиваем на себя. Ноги прямые. Мы зажимаем ягодичные мышцы, втягиваем живот в себя. Макушкой тянемся максимально вперед. Лопатки у нас в средней позиции. То есть мы их не разводим, не сводим. Вот наша позиция. И вот в такой позиции мы держимся от 20 секунд, ну и там можно до минуты. Еще раз внимательно смотрите. Носок на себя, ноги прямые, ягодицы зажаты, живот втянут, лопатки в средней позиции и макушка тянемся максимально вперед. Вот это правильная техника выполнения. Теперь, что касается неправильной техники выполнения, которые выполняют в принципе 80 процентов людей, которые увлекаются тренировками на петлях. Ну смотрите. Первое. Это носок не натягивают на себя. Когда носок не натянут на себя, у вас расслабляются ноги, сразу же сгибается коленный сустав. Есть. Дальше коленный сустав тянут за собой таз, то есть провисает таз, идет нагрузка на поясничный отдел. Это один такой вид грубой ошибки. Второй, это когда наоборот. Я называю это Эйфелева башня техника выполнения. Вот такая планка и вам могут, ваши клиенты говорят, что они могут 3-5 минут спокойно стоять в такой позиции. Только выставляешь клиента в правильную позицию планки 20-30 секунд и он уже вообще хочет уйти с тренировки, потому что ему оказывается тяжело держать правильную планку. Есть. Это что касается планка, когда две ноги находятся в петлях. Теперь, каким образом можем спрогрессировать и усложнить данное движение? Таким образом, что у нас одна нога будет в петле, а вторая нога будет находиться рядом. То есть, по большому счету, мы сейчас всю нагрузку переносим на одну ногу. Что это дает? Еще больше активизируются мышцы-стабилизаторы, подключатся косые мышцы. Очень активно будет включаться внутренняя часть бедра, потому что она является стабилизатором. Вы это почувствуете. И мой совет давать на каждую ногу 15, максимум 20 секунд, потому что попробуйте сами. Поймите, что 40 секунд удерживать на одной ноге очень сложно. Есть. Мы объединяем. Можно таким образом. Две лямки можно сделать объединенный режим петель. Затянули. Одна нога у нас будет в петле. Берем, к примеру, правую. Левая у нас должна находиться рядом с ногой, которая в петле. То есть, она не касается пола. Смотрите. Выходим вот в такое положение. Носок на себя. И нога вторая имитирует свое нахождение в петлях. Все то же самое. Носочки на себя, ноги прямые, макушка тянемся максимально вперед. 15-20 секунд на каждую ногу. Выполнили. Аккуратно опустились. Потом все то же самое на другую ногу. Есть. Это второй вид планки, когда одна нога авто РХ, одна находится рядом. Каким образом еще можно усложнить планку, когда вы находитесь лицом вниз? Смотрите. Это планка две ноги в петлях. Точка опоры будет только на одной руке. Я даю своим клиентам только по максимуму 10-12 секунд, потому что упражнение довольно тяжелое. Значит, посмотрели. Носок на себя. Спина прямая. Аккуратно выходим в положение планки. Носок на себя. Вкручиваем хорошо руку опорную. Напрягаем все тело. И аккуратно выходим в положение планки. 10 секунд. Макушка тянется вперед. Аккуратно опускаемся. Меняем. И все то же самое делаем на вторую руку. Очень крутое упражнение, так как оно укрепляет вращательную манжету плеча. Мало какое упражнение так эффективно прорабатывает. Вроде бы статика, но вы почувствуете, насколько нагревается плечо в данном упражнении. То есть это, наверное, один из самых сложных видов планки. Мы закончили с выполнением планки лицом вниз. Теперь мы с вами разберем несколько разновидностей планки на боку. То есть направо на левом боку. В чем разница этой планки? То, что еще больше идет нагрузка на косые мышцы, на квадратную мышцу поясницы. То есть, опять же, идет мощное укрепление мышц кора. И еще один такой момент. Многие боятся, что данные упражнения, особенно которые делаются там на косые мышцы, они увеличивают талию. Эти мышцы не увеличивают талию, они только делают ее более крепче. Ну, если вы не разжираетесь, извините меня, она будет еще и тоньше. Так что не бойтесь, выполняя такие упражнения, что у вас что-либо увеличится там в косых мышцах. Есть. Значит, поехали. Планка на боку. Здесь важно немножко поменять положение длины строп. То есть мы выставляем среднее положение. Есть. Теперь начнем, к примеру, с планки на правом боку. Вот исходное положение. Обратите внимание на ноги, что у вас ноги должны быть приблизительно на одной линии или нога, которая находится снизу, она может быть немного отведена назад. Но ни в коем случае, чтобы не было вот такого. То есть такая планка приведет к тому, что раскручивается поясничный отдел и идет большая нагрузка на поясничный отдел позвоночника. Поэтому нижлежащая нога немного уходит назад. Теперь пальцы расставлены, локоть под плечом, спина прямая, вторая рука на пояс, носок натягиваем на себя. Смотрите, чтоб ноги и туловище были прямой линией и они были параллельно полу. То есть важно напрячь в данном случае правую сторону мышц пресса, косые мышцы, мышцы поясницы, прямые мышцы спины. Зажать все мышцы тела, носок на себя и в такой позиции макушкой тянемся вперед, удерживаемся от 20 до 40 секунд. Вы будете ощущать нагрузку не только на мышцы пресса, но и сильно работают мышцы плеча. Это нормально. Постояли, аккуратно развернулись через живот, ну и все, то же самое будете удерживать так. Можно вот такой вариант, когда у вас рука выпрямляется и вы держите вот в такой позиции. Главное не провисать вот здесь. Обратите внимание, что все время должны быть зажаты косые мышцы и удерживаем. То есть можно руку сюда, можно руку вверх. И такой и такой вариант правильный. Теперь, каким образом мы можем сделать прогрессию в данном упражнении? Все просто. Мы будем держать планку на одной ноге. То есть опять же делаем объединенный режим петель. Очень классное упражнение. Так косые потом горят. Значит, смотрите, что здесь. Нижнежлежащая нога будет в петле. Нога, которая будет наверху, она ставится на колено. Раскрываемся вот таким образом. Зажимаем пресс, зажимаем косые. Спина под контролем. Пальцы расставлены. И вот такой позиции удерживаемся 15-20 секунд. Если у вас уже клиенты подготовлены, то можно и 30. Главное, чтобы не было вот этого провисания. То есть контролируйте, чтобы туловище и ноги были прямой линией. То же самое на вторую сторону. Ох, как я уже разогреваюсь. У вас будет то же самое. Есть. Двигаемся дальше. Мы с вами разобрали планку лицом вниз, планку боковую. Сейчас мы разбираем несколько видов планки, когда мы смотрим лицом вверх. Первое. Это планка лицом вверх, две ноги в TRX. Значит, смотрите, что здесь. Мы ложимся, вставляем пятки хорошенечко в петли. Ноги, помните, на одной линии. Отодвигаемся немного назад, чтобы TRX ушел под небольшой угол, где-то градусов 15. Пальцы расставлены. Локти немного смотрят в стороны. Теперь наша задача, за счет мышц поясницы, ягодичных мышц задней поверхности бедра, мы выталкиваем таз максимально вверх, раскрываем грудной отдел, смотрим строго вверх. И что? Говори сюда. А, говорю туда. Зажимаем ягодичные мышцы и в такой позиции удерживаемся от 20 секунд и выше. Можно до минуты смело. Главное, что смотрите, чтобы ваши ягодичные мышцы не расслаблялись, потому что если расслабятся ягодицы, таз провиснет. Поэтому зажимаем ягодицы, раскрываем грудной отдел, смотрим вверх. Есть. Еще, у кого недостаточная гибкость плечевого сустава, плечевых суставов, то им сразу будет тяжело выйти в эту позицию. Поэтому не придирайтесь сильно клиентам, дайте им упражнение на укрепление мышц плеча, на растяжку плеча и потом это упражнение у них получится. Есть. Это планка лицом вверх, две ноги в TRX. Ну и усложняем. Усложняем мы каким образом? Делаем объединенный режим. Есть. Теперь у нас вся нагрузка сейчас пойдет в данном случае на правую сторону тела. То есть голень, бедро сзади, поясница, ягодичные мышцы. Смотрите. Одна нога в петле, вторая будет рядышком. Имитировать аккуратно. Выводим ногу и приставляем вторую на уровень к опорной и удерживаемся. Здесь чуть меньше по времени, потому что реально тяжело. Бедро сзади, ягодицы начинают очень сильно гореть, поэтому 10-15, максимум 20 секунд удерживаемся, потом медленно опустились, поменяли ногу и все то же самое делаем на другую. Вот. Нога рядом, имитирует нахождение, правая напрягается, ягодицы зажаты. Смотрим строго вверх и удерживаем. Отлично. Задняя поверхность бедра так классно прорабатывается. Огонь просто. Очень хорошее упражнение для укрепления, повторюсь, поясницы. Просто супер. Никакой динамики, четкая статика, мышцы напряжены. То, что нужно. И сейчас еще одну разновидность показываю вам планки, когда руки будут в TRX. И заключительный вид планки, тоже довольно тяжелый, я бы его, наверное, поставил на второе место после планки на одной руке. Это планка, две руки в TRX. Смотрите, что по исходному положению. Мы делаем максимальную длину строп. Помните, что правильно выяснена максимальная длина строп, это когда от лямки до пола где-то 7 сантиметров. То есть смотрите, чтобы у вас было где-то порядка 5-7 сантиметров от пола. Есть. Дальше. Мы ставим предплечье в TRX. То есть где-то середина предплечья находится в петлях. Вот таким образом. Локоть у вас на уровне плеча. Теперь ваша задача. Выпрямляем одну ногу, вторую ногу. Ноги на ширине таза. И держимся максимально. Зажимаем ягодицы, ноги прямые. И в этой позиции макушкой тянемся вперед. Поясница не провисает. Удерживаем в ванночку. Это упражнение я даю максимум 15-20 секунд, потому что оно очень тяжелое, несмотря, наверное, на свою простоту. Хотя меня тоже трусило только что, как будто я замерз. Оно тяжелое. И давайте его уже таким более подготовленным людям, которые прошли планку лицом вниз две ноги в TRX, планка лицом вниз одна нога в TRX. То есть вот такие разновидности планки, как я показал только что, и на одной руке, это самые тяжелые виды. Поэтому давайте их уже более подготовленным людям. И еще несколько хотел бы дать рекомендаций. Многие спрашивают, как применять планку, количество времени, подходов, с какими упражнениями можно чередовать. Да с любыми. С любыми упражнениями. Мы, кстати, скоро снимем тренировку петли TRX пресс плюс планка. То есть мы для вас снимем 6 упражнений. Чередование статическая нагрузка на пресс, то есть какой-то из видов планки и динамический. Но это будет в следующих роликах. И поэтому, как учит меня мастер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Что там еще? Колокольчики. В общем, вот такое. И что касается чередования с какими упражнениями. И когда? Ну, я даю планку. Могу дать в начале тренировки, как разогрев. То есть, к примеру, я даю планку лицом вниз, планку лицом вверх. По 20-30 секунд. Три подхода. Все. Мы разогрелись. Начинаем работать. Я могу дать планку в конце тренировки. Разновидности какие-то. Я могу ее дать в середине тренировки. Я ее могу микшировать с упражнениями на ноги и наверх. То есть горизонт к выполнению очень большой. Но, пожалуйста, я вас призываю к тому, чтобы вы всегда соблюдали технику выполнения данного упражнения. И я вам показал сегодня, что насколько важно соблюдение всех моментов, начиная от макушки и заканчивая пальцами на ногах. Они должны быть все время направлены в пол. Когда мы делаем боковую планку, они направлены вперед. Но не расслабляем носок. То есть это один из таких моментов, которые, если вы упустите, у вас рассыпется вся цепочка. Поэтому максимальная концентрация на технике выполнения, если вы делаете сами. И максимальная концентрация на ваших клиентах, если вы являетесь тренером. Внимательно посмотрите этот ролик, повторяйте и пишите комментарии, как вам вообще эти прекрасные виды планок на вас и на ваших клиентах зашли. Друзья, я рад сообщить, что мы снимаем серию роликов, ответы на ваши вопросы. Абсолютно любые вопросы, которые касаются функционального тренинга, это может быть TRX, RIP, любые функциональные извращения, которые мы применяем, которые вы видите в наших роликах. Пишите, мы будем отвечать, мы будем снимать для вас много роликов, интересующих именно вас. Мы будем отвечать в устной форме. Поэтому от вас максимальная активность, от меня максимальное количество знаний для вас. Поэтому будьте активны, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов, посвященных ответам на ваши вопросы.